Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Мне 25, веду себя лет на 15, что делать? Вообще, в узком смысле этого слова, в узком смысле, человек, который ведет себя на 15 лет, это тот, кто не видит, не замечает, не чувствует, если хотите, в полной мере своих желаний. То есть, ребенок испытывает, в принципе, те же потребности, да, что и взрослый. За некоторыми нюансами, за некоторыми особенностями, вот. Но, в целом, те же самые. Но вот способы реализации этих самых желаний и потребностей, способы реализации, разные. Разные у взрослого и у ребенка. И, как мне думается, это абсолютно нормально. Так вот, вы, по-видимому, в плане отображения ваших собственных потребностей, действительно, остались на уровне ребенка. Поэтому, вам нужно заниматься здесь развитием внимательности. Во-первых, к своим чувствам. А, во-вторых, искать способы выражения своих, ну, своих желаний, своих потребностей. Для того, чтобы, в каком-то смысле, быть удовлетворенной. То есть, не бичевать себя за то, что вы ребенок, за то, что вы действуете, там, как-то плохо, ужасно, не соответствующие своему возрасту и так далее. А именно, именно, смотреть на то, чего вы хотите конкретно, да, то есть, что вам нужно, в чем вы нуждаетесь. И на то, как вы это выражаете. Для чего нужен взрослый, ребенку, да, для чего нужен взрослый? Зачем? Чтобы помогать детскому, так скажем, эго-состоянию, вот. А, быть адекватно выраженным. Адекватно и полно, и если хотите, когда этого не происходит, то начинаются проблемы. Когда этого не происходит, то, естественно, человек чувствует себя неудовлетворенным, чувствует фрустрацию. Вот. Поэтому, здесь очень важно пояснить, что имеется в виду, когда, например, мы говорим о взрослении. Говоря о взрослении, мы не имеем в виду то, что вам нужно себя ограничивать или подавлять. Говоря о взрослении, мы не имеем в виду то, что вам нужно переначивать свои желания и заставлять себя хотеть того, чего вы не хотите. Взрослый нужен именно для более полной реализации. Самый человек. Понимаете? Основная тенденция к сопротивлению здесь связана с тем, что если человек признает свои какие-то желания, Если он, например, о них более открыто говорит, если он о них более полно, может быть, заявляет, то такому человеку приходится сталкиваться с определенным видением самого себя. Это может быть не всегда приятно, иногда это может быть даже тяжело и болезненно, поэтому наша задача заключается в том, чтобы поддержать вас в дополнении своего образа. Ну, своего собственного образа, скажем так. Потому что в одиночку вам сделать это может быть довольно сложно. Понимаете, да? Каких-то конкретных рекомендаций вам я бы сейчас поостерегся. Потому что за каждым детским поведением, ну, поведением, которое вы считаете детским, скрывается определенная потребность, которую необходимо правильно выражать. Говоря правильно, я имею в виду, конечно же, адекватно, полно, удовлетворительно для вас. Естественно, я имею в виду именно это. Хочу, чтобы вы правильно меня поняли. Вот. Поэтому лучший способ вам, на мой взгляд, вот, научиться получать удовольствие от... и, например, своего текущего состояния вашего, да, и от своих желаний. Лучший способ является психотерапия. Вот. То есть лучшим способом является для вас именно обращение за индивидуальной, персональной, скажем так, помощью к психологу. И работать, соответственно, с ним. Если же вы как-то ждете и хотите просто стать взрослым, то есть, как-то вот, ну, по-другому, например, себя вести, да, может быть, вы хотите перестать глупо себя вести, то вот это, конечно, немножечко деструктивная тенденция, потому что мало того, что в такой ситуации вы, как, как я думаю, будете себя занимать, будете себя полуцеленаправленно фрустрировать, вы будете еще и сравнивать себя с другими людьми, что не принесет вам, на мой взгляд, абсолютно ничего хорошего. Вы можете почитать про соотношение взрослого и детского человека у Эрика Бёрн и его транзактный анализ. Вы можете почитать про это более подробно, может быть более интересно, может быть более понятно. Вот, вот, там же вы увидите все необходимо сделать в общих сетах, конечно. Вы увидите, что необходимо сделать для того, чтобы ситуация нормализовалась. То есть, чтобы вы, ну, скажем так, были удовлетворены, да, чтобы вам было хорошо. само собой, что это потребует определенных усилий, определенных вебрат энергии ваших сил. Это потребует некоторых ресурсов ваших. при том, что сказать вам как конкретно действовать нельзя, потому что это может привести вновь такие вот к, скажем так, передавливанию вас. Чего, честно говоря, не хотелось. Ну и последнее, о чем мне хочется сказать, это то, что у вашего поведения скорее всего есть определенная выгода. то есть вам выгодно так действовать. Вам выгодно так поступать. Вы получаете от этого ну, скажем так, стопа. То есть вы получаете от этого какие-то для себя преференции. преференции. Вот. Какие преференции, что вы от этого получаете? Нужно исследовать. Вот. То есть нужно понимать, нужно, чтобы вы увидели, что вы для себя получаете в таком поведении. Вот. Подразумеваю, что сами вы вероятно от этого страдаете. Но если вы от этого страдаете, то нужно увидеть, как. То есть называя называя какую-то ситуацию или какое-то свое состояние с проблемой, да, вот. Позиционируя это так, вы, конечно же, испытываете определенные неудобства. Но было бы очень здорово, если бы вы постарались сформулировать, какие неудобства вы испытываете. И отделить настоящее неудобство от надуманного, скажем так, расанализированного, вымышленного. Да? Вот. Это очень тоже важно. Все. Если мы говорим конкретно вот про ситуацию, которую вы описываете, ну, описываете, да? Вот. Как-то так. Я думаю, можно вам ответить сейчас. Расстраиваться, конечно же, из-за этого не стоит. Вот. Пересевать из-за этого не нужно. Все более чем корректируется, все более чем поправляется, выравниваться, правильнее было бы сказать. Именно выравниваться, это наиболее точный термин, который определяет то, что, например, вы будете делать на психотерапии. Буду благодарен вам за обратную связь. по моему ответу позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь. удачи. Удачи. Удачи.